Итак, вот у меня неразмеченный раздел жесткого диска моего, он абсолютно пустой. В нем я решил сделать раздел, ну скажем так, 100, 1, 2, 3 гигабайт под Windows под семерочку. Это NTFS раздел и так и напишем Windows 7. Нажимаем на применить и раздел у нас отформатирован, ну на самом деле получился он чуть-чуть поменьше, но ничего. И вот все вот это вот хозяйство я теперь беру, значит, ну могу взять просто для начала, да даже без метки, просто взять и отформатировать, создать. И вот теперь здесь я, значит, создам разделчик, разделчик номер 1. Значит, будет он у нас 100 гигабайт, extension 3. Будет у него метка mint английский, логический, применить. Теперь создам я также 100 гигабайт для русского мента. Расширение 3, метка m plus, логический, вперед из песни. И вот здесь я, значит, создам я, значит, создам я, значит, создам я. Теперь для всяких там своих опытов, я, значит, создам еще один разделчик, тоже где-то на 100 гигабайт. С расширением extension 3, назову его VRK, рабочий. Применить. Ну и все оставшееся пространство я сделаю в разметке NTFS, потому что Windows у нас семерка на одноглазая. Она раздела Windows, Linux не видит, а Linux имеет доступ ко всему. Поэтому этот раздел у меня 540 гигабайт будет для хранения разных данных. Но я его сделаю в формате NTFS, чтобы легче было, как говорится, в Винде работать. Здесь, значит, я напишу дата, данные, значит, применить. И закрыть. Вот так при помощи программки G-Party мы сделали разметку жесткого диска. 100 гигабайт выделили и, значит, дали флажок. Вот, дадим загрузочный для семерки. Игнорируем сообщение об ошибках с флешки, потому что она у нас работает. Мы с ней пользуемся этой программой. И после того, как мы 100 гигабайт выделили как активный загрузочный, все остальное мы пометили как расширенный. И уже в расширенном начали создавать, значит, раздел для английского Минта, для русского, рабочий там для разных следующих версий Линукса и то, что я хочу попробовать. И плюс 500 гигабайт мы выделили для практически, ну, скажем так, для данных. Вот таким образом. Значит, хорошо. Теперь, значит, что мы сделаем? Мы теперь будем ставить русский Линукс Минт на шестой раздел жесткого диска. Ну, а так вот в окончательном виде выглядит разметка моего диска. То есть, я все-таки отвел под семерку 200 гигабайт. А на логических дисках, значит, отдал 3 гигабайта под своп, значит, под английскую Минт, под русскую Минт. Это у меня, значит, 100 гигабайт для всяких там моих экспериментов с Линуксами. Это хранилище. А так вот выглядит меню загрузки. То есть, когда я вхожу, включая компьютер, у меня появляется вот такое вот окошечко, которое сделано при помощи загрузчика Бург. Здесь вот идет русская семерочка и на шестом разделе, значит, идет английская. Также выключение и рестарт. Вот таким вот образом. Это уже, скажем, окончательный вариант, который я сделал себе и под себя, скажем так, подогнал.